Девушки отдыхают Это действительно чудо Гастрольный тур, большой гастрольный тур 20 городов, причем не только России Вообще меня, честно говоря, поражает И в очередной раз убеждаюсь, что действительно Все невозможно и возможно И простые парни из глубинки за несколько лет Могут стать звездами Или все-таки непростые парни Вот расскажите, пожалуйста, кто будет у вас за ответствующего Главным Я думаю, что вы точно непростые, пацаны Так, ну расскажи, почему непростые Ну потому что мы работаем с самого детства Ради того, чтобы стать Одними из лучших артистов То есть когда-то в детстве вы решили Что все, будем артистами Посмотрели на все, что происходит на эстраде На сцене, не понравилось вам ничего Решили, что надо все меня Бывает, чуть-чуть Фаик, ну а с чего все началось? Вспомни Вот первое, с чего вы, как говорится, запели Вдруг, ни с того ни с сего Ну я думаю, это с караоке все началось С караоке? Да Вы пошли в караоке? Домашние караоке А, домашние? С самого детства Домашние караоке с мамой Слушай, ну у вас же гены еще Плюс ко всему Мы же знаем, да, что дедушка Был известным, достаточно известным Оперным певцом Это да Ну вы говорите, мы на радио, понимаете? Говорите на радио Дедушка нас Не надо только головой кивать Заставлял петь в караоке Не, у нас на самом деле Вся семья музыкальная Так И мама, и вот наш дедушка И как-то это все пошло Так что с трех-четырех лет Мы начали заниматься музыкой Прям плотно-плотно Сами по желанию вас не заставляли? Нет Ну заниматься как? В классическом варианте Музыкальной школой Или там как что? Нет, ну вообще все началось Именно вокальное С того момента, когда Файк спел в школе Лучше солнца золотого Муслима Магомаева И короче Пришла тетенька Прослушала меня тоже заодно И мне тоже это нравилось Но я тогда стеснялся Был маленький Все такое И короче Вот нас взяли В эстрадную студию одну Не помню как называется Ну да ладно Мечта называется Мечта Ну это да Как водится Так называется миллион студий в стране Ну вот И короче Мы там были три года Потом перешли в музыкалку На фоноотделение Играли на фортепиано Нам это как-то не сильно нравилось И мы решили А это даже по тону рассказа чувствуется Нет сейчас на самом деле Мы очень любим играть на фортепиано Это наш любимый инструмент И после окончания музыкальной школы Именно нам понравилось заниматься Сочинением музыки Потому что мы делали именно Через фортепиано То что нам нравится А не играли какую-то классику Хотя это нам очень много всего дало В наших сочинениях Ребят давайте сейчас представим До суду наших радиослушателей То что у вас Начало получаться После того как вы бросили фортепиано И первая песня Которую мы сегодня вспомним Какая? Вечера называется Давай только добавлю Что весь этот живой концерт Можно смотреть в группе Авторадио ВКонтакте Так что можно слушать И наблюдать за парнями Итак Рауф и Фаик у нас в гостях Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Я помню те вечера Мы жили в хрущевке вдвоем Тебе надоели мои слова Моя жизнь мне теперь не почем Электричество все отключили Про меня и тебя все забыли Я зажег все последние свечи Так угасла вся наша любовь В хрущевке мы вдвоем И тесно кофе выпитая все что вижу Мотылек и дым от сигарет Потускневшие цветы В которых запах твой Ты оставила мне Ты оставила мне В хрущевке мы вдвоем И тесно кофе выпитая все что вижу Мотылек и дым от сигарет Потускневшие цветы В которых запах твой Ты оставила мне Я помню те вечера Мы жили в хрущевке вдвоем Тебе не надоели мои слова Моя жизнь мне теперь не почем Электричество все отключили Про меня и тебя все забыли Я зажег все последние свечи Так угасла вся наша любовь Я помню те вечера Мы жили в хрущевке вдвоем Тебе не надоели мои слова Моя жизнь мне теперь не почем Электричество все отключили Про меня и тебя все забыли Я зажег все последние свечи Так угасла вся наша любовь Ла-ла-ла-ла-ла Ну что, поаплодируем. Интересно, я только не понимаю, откуда такая вселенская грусть в 19 лет. Ну, есть о чем поговорить, действительно, продолжим буквально через 5 минут. Еще раз напомню, друзья, у нас в гостях дуэт Рауф и Файк. Одну песню мы уже послушали, и все-таки хочется спросить, ребят, ну, такие молодые, правда, вроде все хорошо. А какой-то вот, понимаешь, такая тоска, хрущевая. Грусть горит. Грусть горит. Ну, тоска. Романтическая. Мне кажется, такие парни должны прямо отжигать, чтобы что-нибудь такое веселое. Откуда это взялось вдруг? Вот именно такие интонации. Просто такое было настроение в момент написания песен. Да у вас весь альбом такой. Слушай, они вот на тебя смотрят, думают, господи, мужику за 40. Я почему... Я бы даже сказал мужику под 50. Я почему придираюсь. Дебютный клип был под названием Love Remind Yesterday, да? Совершенно хорошая европейско-танцевальная композиция на английском языке. И вдруг что-то раз у парней переключилась вдруг. И началась тоска на русском языке. Что, любовь, что ли, какая-то? Не понимаю. Да. Все. Посмотрите. Кстати, друзья, посмотреть на любвеобильных, тоскливых парней можно в группе Авторадио ВКонтакте. Если вдруг кто-то не видел, не представляет, с кем сейчас разговаривает мужик под 50. И напомню, что парням-то 19. За 40. За 40, а я уточил, что под 50. Парням по 19 лет. Ладно. Продолжаем. Я предлагаю сейчас еще одну песню, и потом еще немного поговорим. Так, Рауф и Файк, поехали. Ты же хотела узнать, что будет завтра, но... И сложно же предугадать, кто будет срываться вновь. И знаешь, тогда я хотел, и знаешь, сейчас я хочу. Не успел я сорваться тогда и сказать тебе. Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну. Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну. Приходила ко мне, делал больно тебе и не знал. Я тогда, как ты мне дорога, мы расстались, сейчас я всё жду от тебя слова Приходил ко мне, делал больно, тебе и не знал Я тогда, как ты мне дорога, мы расстались, сейчас я всё жду от тебя слова Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь, сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь Сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь Сейчас я потерял тебя, не знаю ли верну Эй, ты же хотела узнать, что будет завтра, но И сложно же предугадать, кто будет взрываться вновь И знаешь, тогда я хотел, и знаешь, сейчас я хочу Не успел я сорваться тогда и сказать тебе Oh, my love, my lover, I belong to you Oh, my love, my lover, I belong to you Oh, my love, my lover, I belong to you Oh, my love, my lover, I belong to you Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь сейчас Я потерял тебя, не знаю ли верну Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь сейчас Я потерял тебя, не знаю ли верну Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь сейчас Я потерял тебя, не знаю ли верну Я люблю тебя, с тобой хотел прожить всю жизнь сейчас Я потерял тебя, не знаю ли верну Рауф и Файк у нас в гостях Замечательный дуэт двух братьев И хочется продолжить разговор И опять-таки, ну, меня удивляет, правда Да, удивляет то, что действительно ребята Совершенно, так сказать, без поддержки в 19 лет Могут добиться вот действительно такого большого успеха Ну, обычно сейчас как Соцсети, да, сейчас как вот обычно исполнители, да Уходят под какие-нибудь лейблы Ну, понятно, там Газгольдер, да Там Тимоти раскручивает Блэкстар и так далее Вы сами по себе? Да, да Вообще абсолютно Абсолютно, да Это удивительно Нам помогают наши друзья Вот кто? Есть какие-то старшие наставники? Нет, старших Старших прям нет То есть продюсеров вас нет? Нет И как долго вы планируете быть вот так вот? Что? Что такое говорить вообще-то? Два тополя на плющихе Никто же не предлагал вам сотрудничество, нет? Предлагали И вы категорически, нет? То есть будете сами? Там были такие условия, которые... Кабальные? Ну, которые могли где-то поменять творчество То есть где-то еще что-то То, что мы хотим, чтобы мы все сами делали Понятно И клипы, и все вот это Сюжет там Ну, все хотим, чтобы сами То есть все началось с того, что вы просто сделали вот эту видеоработу первую, да? Еще раз напомню Love Remind Yesterday, да? Нет, нет, все началось с Я люблю тебя С Я люблю тебя Имеется в виду песни Песни, да, которые начали набирать обороты в Ютьюбе То есть вы забросили песню, получается, да? И пошло вот количество, так сказать, просмотров, да? Получается, да Получается так И вот вы смотрите, количество просмотров идут Ну вот вообще... Думают, а что, мы молодцы, да? Как? Я просто не представляю Получается сейчас абсолютно рекорд, какой у вас по просмотрам? Еще раз 17 миллионов 17 миллионов человек в этой стране, может быть, посмотрели вашу работу Какую? Сразу скажем Детство 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 И то есть вы к этому вообще как... вас не удивляет То есть это нормально, просто ваше творчество нашло отлик Это нормально сейчас считается, да? Меня бы сорвало башню Я бы сказал, вау, я знаменит А вы такие спокойные Просто у него никогда не будет 17 миллионов Он может позволить себе фантазировать Как объяснить? Ну сначала вот, если начать селить тебя Мы ее выложили, думали, наберет на там 300 лайков Ну конечно, у нас было удивление просто колоссальное Ну с каждыми какими-то достижениями Вот, а то, что 17 миллионов, это уже было как-то... Запланировано? Не то, что запланировано Не то, что запланировано, но просто более ожидаемо, что ли Ожидаемо Ты понимаешь, что теперь ожидание от вас Вот после этих 17 миллионов Будет, ну как минимум... Не ожидаемо, что 17 миллионов Нет, я имею в виду, что теперь люди Ожидают от вас работы Которая также наберет... Ну она будет крутая И как минимум не хуже, чем та, которая набрала 17 миллионов Ну мы понимаем, конечно Ну ребята, 20 городов На 20 городов замахнулись Вы не боитесь? Нет, у вас же практически каждый день концерт стоит в сетке Даже, ну, именитые артисты, скажем так Не всегда отваживаются на такое приключение Ну надо же себя испытать уже Надо же... Вообще ничего не боитесь? Ничего боится, в 19 лет Да надо же шишки набить и потом уже более все посерьезнее делать А дальше уже и продюсеры Нет, нам продюсеры не нужны Мы сами все можем делать Самое главное же это музыка, которую мы пишем И мы пишем сами И нам никто не нужен там... Это же самое главное Музыка Ну, хорошо, давайте прервемся на лайв-чат И потом послушаем самую известную композицию дуэта Рауф и Файк Которая называется «Детство» Дуэт Рауф и Файк у нас в гостях Ребята, еще раз привет Привет-привет Молодцы, ребята Пишут у нас на сайте комментарии Люди, которые смотрят живой концерт Слушают живой концерт Такие разные, гармоничные в то же время Это Татьяна написала Андрей написал Вот кого нужно крутить на радио Молодцы, круто спели И пишут еще Здравствуйте, ребят Привет из Чили Я бы хотела знать Когда будет концерт в Чили? Да Он будет, он будет Давай все-таки напомним, что смотреть этот концерт можно в группе Авторадио ВКонтакте В Чили в том числе Конечно Я сейчас предлагаю спеть еще одну композицию, которая в данный момент является уже визитной карточкой, можно сказать, коллектива Это самая, самая узнаваемая, самая раскрученная песня, которая называется «Детство» 17 миллионов просмотров в YouTube Рауф и Файк Поехали Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи Смотри в глаза и ничего не говори Я все решил, наша речь не о любви И отпустил, ты, пожалуйста, живи Просто убегай И не вспоминай Просто убегай И не вспоминай Каждый раз я вспоминаю детство Помню наше место По шестнадцать устали целоваться Ты взяла мою футболку В этом нету толку Это я дурак, ошибался Зачем я так влюблялся Зачем я так влюблялся? Каждый раз я вспоминаю детство Помню наше место По шестнадцать устали целоваться Ты взяла мою футболку В этом нету толку Это я дурак, ошибался, зачем я так влюблялся В детство, помню наше место По шестнадцать устали целоваться Ты взяла мою футболку, в этом нету толку Это я дурак, ошибался, зачем я так влюблялся Спасибо Браво, футболик Это еще не конец Еще раз спасибо Спасибо вам, ребят Спасибо Можно пожелать удачи Действительно то, что пишут наши радиослушатели То, что действительно очень нравится И это повод действительно прийти на концерт Большой тур начинается уже 18 ноября с Москвы Moscow Station Hall Новый зал, так что всех приглашаем И далее действительно по двадцати городам Далее по всей стране, да? Не только России, да Там и Баку будет, и Минск Ребят, еще назовите какие-то У нас вообще получается, мы обхватываем три страны Это Россия, Азербайджан И Беларусь А, Беларусь, еще и Казахстан И Казахстан Четыре Отлично Он просто очень любит в Казахстане И до конца декабря у вас все расписано А потом домой А потом домой Потом домой Новый год Вы классные Маму, маму Ясно Ладно, желаем успехов Спасибо огромное, что пришли Спасибо Новых работ, презентации нового альбома Ну и всего наилучшего До встречи, счастливо Спасибо Рауф и Фаек Приятно познакомиться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова